Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжая тему безопасности в сети, сегодня об очередном инструменте, который помогает обходить блокировки. Пора уже заводить новый плейлист «Обход блокировок». Вообще, конечно, блокировки — это не совсем про безопасность. Так-то чем больше свободы, тем меньше безопасности. Вспомним батьку Махно. Но именно в сети почему-то это коррелирует. Чем больше свободы в сети, тем больше безопасности. Хотя, возможно, я гоню. Оставим. Итак, перед нами лантинг — фонарь, который освещает дорогу во тьме. Суть приложения — это прокси-сервис, который дает доступ к заблокированным ресурсам. Мы рассказывали о VPN, который также дает доступ к заблокированным ресурсам. Так вот, прокси — это немного не то. Хотя неискушенный пользователь едва ли почувствует разницу. В извечном споре, что лучше VPN или прокси, я думаю, победителей нет. Прокси быстрее, дешевле, но не гарантирует анонимности. А еще его ругают за то, что он не шифрует данные. Но именно лантинг трафик все-таки шифрует. В общем, я ни за ни против. Просто покажу, как это работает. Загрузить бесплатную версию. А может сложиться впечатление, что лантинг бесплатный, но это не так. Просто это не афишируют на сайте. Бесплатная версия имеет ограничение в 500 мегабайт в месяц. Это мало, но фонарь можно использовать только для доступа к заблокированным сайтам, тогда в принципе может и хватить. Плюс подписка на про версию, то есть без ограничений на год, стоит всего две с половиной тысячи рублей, что в принципе можно себе позволить. Собственно вот мы установили волшебный фонарь. Так и хочется его назвать волшебным. В трее появилась иконка фонаря. Ну понятно. Отключить, показать в браузере, перейти на про. А в браузере еще какая-то информация. В частности здесь есть какие-то минимальные настройки. Можно не включать и экономить бесплатный трафик и запретить отсылку личных данных. За это его кстати ругают. Не за возможность отключить, а за то, что он в принципе может собирать эти данные. Когда речь идет о безопасности, этого не любят. Ну и здесь в расширенных настройках есть вот такой пункт. Проксировать весь трафик. Проксировать. Кстати ужасное слово. Почти как цифровизация. Теоретически если галочка не включена, то на незаблокированные сайты трафик идет не через прокси. Ну то есть этих 500 мегабайт бесплатного трафика вам может хватить и на месяц. Потому что использоваться он будет только для доступа к заблокированным ресурсам. Но сам я честно говоря фонарем не пользуюсь и не проверял. Ну и теперь уже можно посмотреть как он у нас работает. Вот заблокированный рутрекер. А, тут у меня сейчас через фригейт доступ. Сейчас отключу. Вообще кстати фонарщики пишут, что у них очень быстрый доступ за счет выбора геолокаций серверов. Ну да, вроде все открывается. Хотя на пиковых на огрузках не тестировал. Ну и любимый Телеграм. А вот он. Пороста летаем. Не знаю, что еще рассказать про фонарь. Он есть. И чем сильнее будет давление, тем больше их будет появляться. Вспоминается финал настоящего детектива. Там правда про звезды было, но смысл тот же. Все любите друг друга. Время колокольчиков закончилось. Наступило время фонариков. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.